Доброе утро, брат. Доброе утро. Надо видеть, братич. Да слава богу. Что-то прервалось, связь говорит, нет доступа в скайп, не знаю. Да это у меня, я еще, я в деревне еще. У нас связь такая тоже, как у вас была. Я на связь трачу, у меня уходит 3000 в месяц на интернет. Вот через флешки. Ну а как иначе, с людьми тоже надо общаться. А мы с Александром говорили. Я говорю, Игнатийовичу позвонить, деньги бы нашли, чтобы выходил в интернет. А потом говорю, а он все равно, говорю, не примет. Не примет, да. Я ни одного разговора по скайпу не принял, звонили. Ни одного. И все время какие-то высчитывают деньги. Я только в ночное время, с 24 до, кажется, до 7 утра в это время выйти, хотя бы посмотреть, что там, замки снять, которые, ну, когда закачают нам. Я о чем говорю? То, что, допустим, на следующий год, если Господь благословит, можно как делать? Можно, допустим, на месяц вам понадобится 4 флешки. То есть покупайте 4 флешки по 500 рублей. Вот. И вы спокойно можете в месяц без ограничений и разговаривать, и в интернете лазить. То есть это будет стоить 2000 в месяц. 2000 за лето или в месяц? В месяц. 2000 рублей в месяц? Ну да. Я вообще-то там в интернет выходить не буду. Ты что? Сдурел, мужик? Нет, ну это, допустим, люди-то оплатят. Да нет. Нет, я на чужой счет не хочу, не даже разговаривать. Вот я заплатил 400. По 400 платил, а потом Никита что-то там добавлял. У нас же там тарелка стоит такая с этими, какая-то там. Ну еще. Пришлось платить что-то там, я не знаю. Ну что же, у меня такая же тарелка стоит, но мне 400 рублей, 500 рублей на неделю не хватает, даже на 5 дней. Ну я ограничил себя. Только загляну и скорее обратно. Так, дело вот в чем. Вчера беседовали мы с Александром Адрусенко. Ни под каким видом не хочет, чтобы ролик выставляли. А Сергей без моего говорит, ведомо выставил вот такое-то. Ну вчера мы, ну хорошо побеседовали. И в конце он уже по-другому начал. А в места писания. Ну ладно, Библию давай, Библию давай открывать. Где? Тогда каждое место. Смотри. И все четко места. И все места говорят о том, нет вне церкви спасения. Нет. Никто не дал тебе право 2000 периода церкви отбрасывать. Никто. А они только показывают, я тебе говорю, бритые, галстушные-то. Они ни поста, ни креста не имеют. На 20 тысяч. Игорь Ильич, но вы вот чувствуете, что вот он в опасном таком состоянии находится? Я скажу, что большой тревоги у меня нет о нем. Он, один из вариантов, то что, ну я как, я на молитве себя проверяю, это не в разговоре, что он испытывает. А может через него кто-то сказал, давай испытаем там Сергея, там Игнатия, как они там. Ну и я начал его, он давай там Потемин. Я говорю, что ты в Потемках там найдешь, Потемин. Я молчал. Он говорит, Евгений, около часа. И мне все говорят, почему вы молчите? Такую ересь он несет, так издевается. Я говорю, я не просто сижу, я вмолюсь и делаю пометки. Я говорю, понимаешь, нет, вот он говорил, у него сплошняком и не сходится. Я говорю, у меня таблица целая. Вот первый раз переговорили, допустим, у меня 47 замечаний, я не высказал, я пометил себе, где он сделал ошибки, где неправильно, где у него ересь, ересь фонтанирующая. Но я его прослушал. Ну, а вы не могли бы это зачитать, коли уже записали, потому что это интересно будет. Если он выйдет, теперь, теперь я с ним уже беседовал несколько раз, у меня все уже готово. Я буду говорить. Когда я был в Синоде, там, за границей, ну и в семинарии Жордан-Вилле. Так, подожди, ты все у меня сбрасываешь, ты что делаешь? Это котенок у меня привез от моей рыжки. Ну, понимаешь, это как живщик какой, иди отсюда. Сегодня у нас земля снегом покрылась полностью. Ну и вот, я когда сказал, что сколько правил действующих, никто до митрополита не знает. А почему? А я говорю, а сколько всего правил? Это Осипов не знает. Я для вас скажу. 989. С декретарями Юстиниана. Это до Никоновска еще. Дальше, теперь кое-что там подровняли. Теперь 719 правил действующих. Не имеют права никто отменять. Они на этом, говорят, присягу дают. Из них, я говорю, 413. Ежедневно, умышленно, попираются, целенаправленно искажаются и отвергаются. Вот это крещение там, ладошкой задение где-то, торговля в храме, вот это все. Раньше до 30 лет рукополагает, нужды никакой в этом нету. То есть это самые настоящие враги соборов. Так они за меня ухватились, а там, да по какому собору, да давайте все. Я говорю, у меня материал есть, я его отсылаю в патриархию сначала. Там был такой, кажется, Иннокентий Просверин. Вот. И хотели они напечатать это в восьмом томе настольной книги священнослужителя. Это самый капитальный труд у них был. Это серьезный вопрос. Я вчера Александру говорю, ладно, ты не признаешь или испытываешь меня? Два варианта. Но теперь-то, вот они говорят, мы, представители, ранее не говорят, что они пастыри. Поставил пастырь, у них пастор. Откуда слово пастор взялось? Ты взялся, что священник, нет слова такого. С переменой священства. Открыл? Такой-то стих, такая глава послания к евреям. Не с отменой священства, а с переменой. Переменой, вот на двери ручка у меня, я переменил другую ручку, а отмены я ее откинул, ничего нету. Вопрос. Второе. Как в Ветхом Завете? Так вот сейчас мы все священниками. Я говорю, не священники только. Открываем откровение 1, 6 и 5, 10. Мы цари и священники. Священник-то еще неизвестно какой, а царь-то никакой. А через запятую стоит, почему ты не претендуешь на должность президента? Все, поплыл мой Александр. Так это одна строка. Теперь, 19, 6, исход, я говорю, написано, весь народ израильский называется священством святым. Хотя ливийное колено, это уже священники. А как ставили? Там открываем и начинаем 30 глава, исход, 31 стих. Там сколько, сколько, каких веществ сложить? То есть открытым текстом вся эта тайна-то. А дальше, кто подобное сделает, поможет, да будет предан смерти. Да будет истреблен. Я говорю, и как? А сегодня берут, рукополагают, единственное живьем в ад, единственное событие. За что? За отторжение от церкви. Это не просто так. Это супер серьезно. Потерять двухтысячелетний опыт церкви, это значит сразу живьем в ад лететь. Ну, он-то вместо выписывал, и гляжу, начал выписывать. Я говорю, ты, подожди, ну и под концу я еще несколько раз, ну разреши ролик высадить, ни под каким видом. Я говорю, в ролике участвуют два человека. Игнатий и Александр. Я согласен за свои слова отвечать перед патриархом, перед папами, перед всем народом. Почему ты не хочешь, а, дорогой мой? Да нет, вот, значит, ты уже понимаешь, что там гнильем тебя надавили. Или ты меня все еще подальше испытывать? Я прожаренный со всех сторон. Ты же знаешь, какую мне характеристику дал место митрополит, и выставили везде. В письменном виде его русская народная линия, это Ли-Эл, запросили обо мне, когда меня там гнали по лагерю. Вы слышали это? Так он с печатью, подпись митрополита, Игнатий Исповедник, ни догматических, ни канонических нарушений у него нет. Под запрещением он не состоит, поэтому у него общение с патриархией через нашу епархию. Он пожилой, достоин уважения, он Исповедник Господень. А наш митрополит Иларион тут был, когда капрал зарубежный, и батюшка там был. А митрополит Сергий местный-то, патриархийный-то, Иванников, и говорит, вот у нас отношение, говорит, очень хорошее. Но Игнатий, вот некоторые называют еретиком, сектантом. А почему? А сам, говорит, улыбается, и говорит, да потому, что завидуют, и ничего сами этого сделать не могут. Вот весь ответ. И эту характеристику сейчас они в интернете печатают, никакой дворки на ее опровергнуты не может. Так они на митрополита нападают. Ну, то есть, беспредел, который скажет пакости. Вот в Хворотовске, когда на меня напал Роснадзор, наконец-то его прихлопнут, этого упыря, этого бесноватого. Суд прошел отказать, ввиду отсутствия состава преступления. Понимаешь, взлорадствует прям где кто на нас. А это наша битва, мы знаем, в стране мирского произвола находимся. И Бог помогает. Люди молятся, и кто за нас молится, он их чуть не проклинает всех. Ну, разве это вера? Какая же это вера-то? Прямо злорадствует, обзывает всякое. А сам ничего не делает. Я вот сейчас в деревне побыли, я привез 780 роликов за 4 месяца. Так сколько людей? Только выставил сейчас, и уже 70 человек зашли собрание посмотреть. Вот это воскресенье, к нам приходила Елена с ребятишками. Я выставил сейчас отрывок, когда заходит она. Видишь, как это интересно людям, мы ничего не скрываем. И беседу с Александром будете говорить. Попросите, чтобы он дал разрешение выставить. Ну, Игнатьевич, я его понимаю, в принципе, почему он не хочет. Ну, потому что он как бы сам находится в поиске и соблазнять не хочет этим других, понимаете. Потому что там слишком люди вот сильно соблазняются на всем этом. Пусть и соблазняются. Это опыт, это жизнь. Но соблазняются. А как же все архиереи подписали юридический символ веры? Соблазняются, но это не скрывает церковь. И вышел какой-то там протедьякон Афоня, Афанасий. И один вопрос в упор. Ари, вот под тебя подписались все уже, твоя вера победила. А у них только одна домовая была в Константинополе, одна православная. И он говорит, тебя кто будет судить на суде Божьем? Как? Христос. А как может он судить, если он просто человек? И архиерея, ты дезавуируя свою подпись, вычеркивает, вычеркивает, и все повернул. А он будет патриархом Александрии Афанасий. Афанасий, патриарх. Вот как дело. Ну, какой соблазн? Ну, соблазн. По канону Андрея Критского. А Андрей Критский подписал Анафему VI населенскому собору. Церковь могла бы это утаить. Не утаила. Утаить можно на время, а потом все равно всплывет. И он тогда написал канон покаянный, как 50-й псалом после грехопадения Давид. Чем он вызвал? Я спрашиваю игуменов. Никто не знает. Я говорю, канон-то первая ступенька покаяния. Где его канон Андрея Критского по этим 250 событий библейских, благодарениям? Почему на вторую ступеньку не возводит? И почему он даже не помышляет о третьем словословии? Это я написал это. И у нас молятся на три ступени. Почему? Потому что он совершил большой-большой проступок греха. И он тогда подпись свою дезавунировал, убрал и написал этот канон. Это он покаяние для себя писал. Оно годно и для нас. Он Анафему VI Вселенскому собору подписал. Игрушка ли это? Вот такое дело. Так и здесь, я говорю, Александр, разреши. Ну, говорили где не так, ну, пришли-то уже, считай, к общему знаменателю. Вне православия спасение искать исключительно трудно даже в этих четырех других частях церкви. Ну, знаете как, у меня, я когда тоже, у нас, как правило, такие. Я, в принципе, даю обычно ему, Александру, на лицензию ролик, то есть посмотреть. И благословения прошу его. Вот. И, а в этот раз, ну, я понимаю, что он бы отказался, конечно, выставлять ролик. Вот. И я поэтому и сделал без его разрешения. Но, понимаете, я долго думал над этим, я молился Господу. И я понимал, что не выставлять нельзя его. Его нужно обязательно было выставить. Ничего. Ничего. Это испытание. Почему-то сердце мое немножко так затрепещет, вдруг говорят, за Александра. Он слишком дорог для меня. И вот я говорю, Александр, ты, я говорю, говоришь, у тебя как будто бы вот такой смех. Ты плакать научись. Выпроси у Бога дар слез. И ты увидишь, как это будет. Вот это оружие у тебя в руках есть, говорю, семь раз в день. По сто поклонов. С три святым. И ты увидишь, как у тебя все будет по-другому. Евгений сказал, да Евгений, он не в церкви. Любой ересь тебе говорит, он издевается на троице. Я говорю, что нормально. Какие слова хульные говорит. Да ты бы пришпилил одним ударом его. Мне, как проповеднику-миссионеру, необходимо до конца, чтобы человек раскрылся. Видишь как? Поэтому я вот три беседы полностью ему. Так на меня нападали. Как вы могли это выслушивать? Да как вы могли терпеть? Мог терпеть. Это моя обязанность. Он теперь больше сказать ничего не может. А теперь если выйдет, я опять не напрашиваюсь. Теперь я ему все буду говорить. Не позаглаза. Позаглаза легко говорить, пинать, когда мертвый за себя ничего не скажет. Когда я ввел три радиопрограммы и выставил на шесть частей разбиты наши разные беседы с Александром Менем. И интереснейшие. И когда их обнаружили его почитатели, там буквально фурор у них был. Еще обнаружили интересные такие беседы он ведет. Из Барнаула, говорит, и Москва. Я когда выставил, с того времени написанное на пленке, в радиостанцию пошли звонки, а ему уже авторитет создали, уже канонизируют. Да как вы могли, да мы так вас уважали, а вы спорите с таким человеком. Я говорю, я могу, а вы не можете. Я говорю с живым. И слышно, как он чай размешивает, как мы говорим, как он засмеялся. Видите, это не подделка. А почему я не могу с ним разговаривать? Мы разговаривали с ним, как брат с братом. Я у него исповедовался и причастился. У нас нет, что он вне православия. Я спрашивал про евреев, может ли быть и тот-то еврей патриархом. Ну, самое сложное. Почему Мень называть? Мень – это Налим. Он говорит, Налим по-еврейски. Скользкая рыба. Я эти записи слушал еще 8 лет назад. Но это были первые записи, которые я слушал с вашим участием. И я эти записи раз в 20 точно переслушал. Я их практически наизуя знаю, вот эти беседы ваши с батюшкой. Они мне очень полюбились. В 20 томе открытым оком перевели это в ворд, они напечатаны. Но это только часть. Пришел какой-то фотограф, он нас фотографировал во всех позициях, где мы ходили. За нами ходил какой-то, и ни одной фотографии мне не дали. Ни одной. Тогда он мне свою прислал на могиле матери, там совершая, с подписью. Вот какое дело. Александр такой, Александр – человек. О переводе Библии, там и прочее. Мы беседовали с ним на разные-разные темы. Там был кто, свел меня, Александр, с женой Лидии. Они уехали в Америку. И она мне все пишет, просится в Потеряевку. Я пока не даю разрешения, очень трудно, я говорю, принимать. Остановиться негде. Все перезаняты. Осень. А она именно в сентябре готова. Дальше. Вот сейчас, в данный момент, мысленно такая, так, помолись. Я выставил ролик здесь, может быть, видели в Ютубе. Выход из запоя. Там звук плохой, я не стал его смотреть. Выход из запоя. И кто-то жалобу сунул в Ютуб, туда, в администрацию. Конфиденциальность нарушена, то другое. У нас сейчас идет запись его. Он говорит, что это именно он. Специально для Ютуба. Что я претензий не имею. Я согласен, что выставлено. От этого польза. Как выйти из этого? Наши братья беседуют и говорят. Видите, у меня отец запивался. Как это? Слово Божие. Молитва. Пост. До этого у него был запой 3 года назад. У него мама была живая, Раиса Андреевна. Пошли сестры за ней ухаживать. Сейчас перебью. А это кто? Ну, кто это сделал жалобу, выставил? А никто не знает. Он никому не давал и не разговаривал. Враги. Враги. Может быть, в Америке, которые там с Филадеев или эти местные. Но видно, что какая минута, на какой минуте он показывает, какие у него награды с работы. От директора, от директории. И, дескать, это его, он, что-то нарушили. Но нарушили, так, его согласие. А к чему нарушили? Он говорит, это полезно другим смотреть. Сейчас запись идет его. В данный момент. Господь это сделал так. Он говорит, я никому даже не рассказывал. А мы когда выставили, а сразу поступила жалоба. Жалоба? А я что могу сказать? Да любой может жалобу дать. До президента, на патриарха. Как язычники напали на патриарха. Он говорит, патриарх, мы были второго сорта, так это еще не второго. А что он сказал неправильно? Были язычниками. Кто нас считал за людей? Патриарх сказал правильно. И поэтому нападки на него, ну мы можем кое-где слово вставить. Необоснованное. Вот сейчас за это, в общем, ну можно сказать с весны, вопрос такой стал, вопрос религии, да. Вот что вы можете о религии сказать? Как нам вообще принимать религию? Как относиться к религии, да? Я тоже много над этим сейчас думаю, вот. Ну вообще. Потому что, вообще, ну как я понимаю религию, да? Религия по-гречески это восстановление связи, да? То есть в переводе религар по-гречески. Переводов несколько. Один из переводов... А это несколько, да. Как вы понимаете это слово? Я слово религия понимаю так, как у меня греки были. Я спрашиваю, как? Переводится, говорит, четко и определенно. Благочестие. Благочестие. Больше ничего, говорит, в это нет. А теперь остальные политические оттенки на нее напустили. Определяет религия. То есть отторжение от мира. Благочестие. В этом смысле. Слово это встречается в Библии, но мы его и не замечаем, потому что оно переведено на русский язык. Вот и все. Бог не религию нам оставил. Он оставил нам сына своего. И в этом все. Когда вот беседуют, ну, такие, которые там среди мусульман бывают. Мне звонят из Пакистана, там, допустим, священник. И вот как с ними? Я говорю, очень просто. У меня свой подход. Я беседую с мулами. Мулы собрались, и я с ними сижу, беседую. Я задаю вопросы конкретные, четкие и ясные. И один из них, я, говорит, только что вернулся из поклонения, в Медении был, там, где поклонялся, четки в руках у него, вот так вот сидит, перебирает, говорит. Ну, ведь у нас же сказано, что суд Божий будет. Всех кивает головами. Да горе нам, а сын Марии нас будет судить. Видите, это непростые люди, мулы. Это по-нашему священники. А почему? Беседа. В беседах с мусульманами я исключаю три слова. Аллах. В Йемене оно запрещено христианам произносить. Я и не знал, недавно узнал. Второе. Мухаммад, то есть Магомед. И третье. Коран. Коран. Я их не произношу. Мне Бог повеление дал нести Евангелие всему миру. Евангелие. И не опровергать Коран. Теперь я, если открываю 4.12 деяния апостолов, что нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. А как, Мухаммад, я снова считаю. Ну, а какой последний пророк они добиваются где-то? Последний пророк Иноха и Илья сойдут на землю. Я не касаюсь этого. Почему? А из этого и проистекает то, о чем они спрашивают. И дальше уже начинает так вот. Пример я хочу сказать. Как это? Я сижу в камере. Меня ведет политотдел. У меня на деле знак КГБ стоит. А я потом только узнал и увидел это. Куда же вас поместить? Ведет меня Ульяновский Владимир Александрович. Я говорю, где не курят? Да такого сейчас нигде нет. У нас все курят. Ну, вот, говорит, камера одна есть. 112-я, второй этаж. Тут один директор. Он во главе идет. Кто во главе много судимых, за паровозы считается. Первые секретари судятся, райкомов там. Там большая связка была. Его сейчас нет. Ничего тут не задеваете у него. Я вас сюда помещаю. А что это у вас в руках? Я говорю, что вчера кружку дали. А она там задымленная. Ее там рвут рубахи. Это называется дрова. И чай там кипятят. А чай зашивают там разные. В плечике везде. Он эту кружку взял, как по коридору гольнул. Вызвал там это. Вы кому дали кружку? Вы смотрите, кто перед вами. Тут же мне новую кружку выдали. Простыни новые, хрустящие. И вот мы сидим. Подсадили преподавателя второй группы. Что случилось? Опять? У меня интернет плохой. Я закончу эту мысль. И подсадили преподавателя второй группы космонавтов. Лозина Анатолия Максимовича. Большой человек. Я узнал про космонавтов из первых рук. Все. Он близко знаком с Туполевым был. И вот директор этот сидит. Север Владимир Митрофанович. Во главе, который за паровозой идет. И он. Ну, читаем мы Слово Божие. Я им читаю. Да мало ли что тут написано? Маленько погодя вопрос. Я опять отвечаю по Библии. А уже через два дня они спрашивают. А что у вас по этому поводу написано в вашей книге? Опираться на Слово Божие. Оно нас защищает? Не мы его защищаем. Нет. Мы, говорит, в церковь спасаем. Нет. Мы в церкви спасаемся Христом. Надо правильно выражать свои мысли. Вот и ответ. Ну, ответ такой. Ответ один. Вы один ответ даете, а другой другой ответ. И опять же все по слову. По слову. Вот он дает ответ. Вот мы беседовали, видели там с Америки. Он едет или с хорошим баптистом беседовали. Дальше что он не выходит? Он выписал книги, купил мои. Показал, что они у него там лежат где-то. Есть вопросы, которые они никогда не ответят. Самый простой вопрос, который я задаю, числа 16 глава. Почему самое страшное наказание? Меня упрекнул вчера Александр. Вот вы говорите одно и то же. Я говорю, знаете, здесь, как называет секретарь, ну, как председатель журналиста Полтавецкого края Сергей Теплекоп. Он кочевников подписывался. И он говорит, Игнатий повторяет одно и то же, как учитель, ученикам, которые не могут выучить, что такое дважды два. И далее говорит о положении в церкви, которое я обречаю. Я сейчас с вами беседовал, а вчера только новый завет, новый человек, я говорю, зашел, совершенно новый, который желает объединить всех людей, родноверов и прочее. А в конце беседы у него уже настрой другой. Он еще раз, говорит, я выйду на вас. Поэтому по одной беседе еще ничего нельзя сказать. Он новый, я его и повторяю. Почему? Апостол Павел повторяет в каждом постании. Но вот теперь, я говорю, что я вам ни разу не говорил. Александр, записывай. И стали говорить. А где это записано? Я говорю, понял. Я приоткрываю от себя только маленькую часть, чтобы вогнать в это русло. У меня определенное время, поэтому я выслушал. Теперь самое главное, ему говорю, Христос призвал нас не к объединению, а к разделению, говорит. Я принес меч. Отец против сына, сын против отца. Где ты объединение нашел? С кем объединяйся? Объединяйся, и мы можем только у ног Христа, приняв его слова. Вот четкая позиция. И поэтому то, что вы делаете, вчера заходил этот человек, это ложно. Язычество отвергнуто. Язычество – это поклонение твари. Если познали, насколько высок творец, как творение, как и познали творца, при мудрости Соломона это описано. Он первый раз зашел, где-то обращался с такими вопросами, у него священники, патриархийные, и везде говорят, ты вот найди там Лапкина и найди. И он нашел, нашел, вчера вышел. Они сами подталкивают их ко мне. Вчера мне говорят, а вот выступает Максим Каскун, священник такой. Ну, у него коротенькие беседы, ну, а тут длинное, больше часа. И кто-то задает его вопрос по иконам, он сидит вот так вот. Знаете, есть ресурсы. Игнатия Тихоновича Лапкина, идите туда. Его спросили один раз, он говорит, а я ему внуком отношусь. Как? А он говорит, в его доме обратился отец Геннадий Фаст, а я, говорит, от отца Геннадия Фаст. Вот как можно отвечать? Ну, родноверие, оно само по себе не жизненное религия. Она сама по себе умрет, потому что у нее нету продолжения совершенно. И вот одно и то же, как бы, а не растут они, они, как бы, видят искусственное образование. Венок на голову, на голову цветы. Я стал расследовать, когда Левашова посчитал Николая, и я увидел, что это тоже штучки еврейские. Евреев ненавидят. Ненавидят? Ну да. Сидят евреи, они, что он будет? Он в Кочегаре мне работает, со мной вместе дороги не строит, пруды не восстанавливает. Так давайте на этом сыграем. Они сыграли. А давайте что? Да вот природные люди такое-то, у них ненависть к евреям, это у вас еврейский бог, чудовище, там то другое. Но посунули это все, теперь грозитесь между собой. Они отошли и забыли про евреев. Это еврейские штучки. Я стал молиться, вот этот ИГИЛ, молодежь, со всего мира туда бежит, бомбардирует. Вот эти американцы вроде ошиблись, а разбомбили сирийские войска, то другое-то. Я молился, меня нету, я не советник военный-то. Но я увидел, что это такое. Еврейские штучки. А почему? Потому что несогласие это должно привести к общему будет когда-то. Один будет правитель на земле. А они-то с ними как там воюют? Там подрывают по разным местам. А как их вытащить из домов-то этих, патриотов-то, которые взрывают-то все в одно место-то? Ну, там дальше теперь колоти, может, любые ракеты через Каспийское море. Давай. Ага, халифат. Давайте мы сберем это. Сотрудник ЦРУ был, оказывается. Это все с подтекстом надо считать. А теперь они в одно место бегут, туда эти варвары, капралы там разные, а их там долбят и бьют пачками, тысячами. В одном месте, как мух давят. А мне их жалко. Я не скрываю это, почему молодые ребята, гляжу, какие спортивные, как они бегут, взрыв, нигде никого нету. У них ни самолетов, ничего нет. Чего с ними не воевать-то? У них... Ну, нет ничего. Это же большая разница. Одно дело автомат, другое дело летит бомбардировщик, самый новейший, посылает туда. Это все умышленно сделано. А они-то глупые, лезут туда. Меня упрекают сейчас. Вот вы пиаритесь. Просили президента послать вас в ИГИЛ. Вы же знали, что они поехали. Я уже вещи собрал. Знали. Ничего вы не знали. Я уже там был с ними. Я Турцию проехал. Мне пройти надо было. И вы знали, что вас убьют? Как Бог даст. А что вы делали? Они не дают говорить. Мне и не надо. Я бы молился. Я только молился. Иногда я совершенно молчу. И выхожу утром, а человек уже у дверей стоит. Молитва, связь с Богом. А они этого не знают. Я только молюсь за врагов. Златоуст меня научил на первом месте враги. А о них перечисляю. Господи, прости. Это безумие их. И в судный день не поменеет. А все остальное. Сейчас недавно фотографии выставили. Институт благородных девиц. Как они одеты, прилично, а кверху открыто. И как их учат танцам бальным. Ну, хороших жен офицерам, но как у Гитлера-то были. Расу выводили. Благородных девиц. И ни одного нигде нет. Позапрошлый век. Все до одного уже съедены червями. А их посылали, учили. А кто из них Бога знает? И непонятно, кто их учит. Мужчины стоят. И они все там руки распустили. Я насчитал 50 девиц. Во дворце там где-то таврическом. Ну, ясно дело, что красиво, интересно. Но душа одна и жизнь одна. И целая вечность впереди. Учили ли они их Слово Божие? Не учили. На 100% знаю. Учили танцевать. Правильно говорить. Ну, как вот фильм Еремея. Это как глядеть, голову опустить. Поэтому сегодня... Игнатий Ильич, вот я что думаю. Вы сами тут говорите по этому поводу. Вот смысл какой затыкать вот эти вот дырки мировые откуда от отсюда течет сейчас. Да, вот эти желтые оранжевые революции, вот эти вот воины повсеместные, да? Да пусть уже скорее случится все это. Это замысел врага рода человеческого. это же он работает-то. Да. Ну и пускай все произойдет. Но теоретически, да. Мы же знаем, что в войне третьей не миновать. Не миновать. Обязательно сбоится. Ну написано, говорит, зеленая трава одна треть ее и сгорит. Зеленой травой свецы отцы называют и благодетельно живущих. Что делать? Ничего сделать нельзя. Я привожу все время пример видения Даниила. Он стоит на берегу моря видеть себя. Выходит овен. Баран. И он начинает к северу и к югу всех попирает ногами. И он стоит. Дальше козел. И как этот козел дальше действует с яростью бросился, растоптал его Александр Македонский Персидского царя Дария. Полностью разгромил. Но можно переменить местами, чтобы козел был, а баран бросился? Не можем. Это запрограммировано. Запрограммировано. Ты считай 11 главу 3 книга Ездра. Орел. Какие перья? Выходят перо на короткое время. Рядом под перьями там еще выходят. Вот они тебе Брежнева, Устинова, Черненко. Они вылазят здесь. И все это уйдет. У Бога разнарядка есть. Но мы должны в это войти со склоненной головой. Да будет воля твоя. Вот вчера я как раз Александр сказал, скажите, вы верите, что потоп был? Да. Но раз верите, давайте поверим дальше, что жена Лотова была? Да это Ветхий Завет. Правильно. Но Христос говорит, вспоминайте жену Лоту. Если ты не знаешь, что ты будешь вспоминать? А дальше говорит, как было во дни перед потопом? Понимаете, мы должны туда опустить. А это были образы для нас, достигших последних веков. Первый коринфян 10, 6, 11. Я повторяю это почему? Господь все время повторял одни и те же слова. Звал к этому. Чего вы боитесь этих слов? Мне не надоело повторять, но тебе лишний раз напомнить, вредно это будет или нет. И вот теперь мы должны заглянуть туда, как там было. Да, было разнаряжено. А надо ли было Израилю поднимать восстание? Барков бы поднял, Рабеки Битом помогал ему. Надо ли это? О чем пишет Иосиф Плаев в Иудейской войне? Не надо. К этому подходило. Надо ли было Гитлеру рождаться, воевать против Советского Союза, чтобы его не спровергнуть? Это колос на гнильных ногах, как он говорил. Не надо, оно само развалится. Впереди Михаил придет. Последний завершитель. Все. Первый Михаил пришел из династии Романовых. Первый избранный. И Михаил. Второй Михаил на 3 марта приходит и третий полностью конгломерат разрушил. Михаил Сергеевич Горбачев. Все. Все. Больше Михаилов нет, куда им взять. Владимир Первый крестит, Владимир Ильянов раскрещивает и последний Владимир покажет, что будет. Вы верите, не верите, а еще 25 лет назад я в школах, в университетах везде об этом говорил. А потом ко мне я там в Потеряевке, а еще ничего не было в Потеряевке, там яма одна, и мы сделали костер, и приезжает главный агроном Кадниковского, теперь он главный зоотехник Мамовского района. Мы с ним говорим раз, другой, а потом мне говорит, я прошлый раз приезжал, вы видели, человек молчал, сидел, ну, ну, я сказал, что это мой товарищ, родственник, это из КГБ были, из КГБ, а другой раз, а это, говорит, секретарь райкома приезжал тайно, откуда вы знали, что это будет, я говорю, написано, я заранее говорил о крушении Советского Союза, а еще советская власть была, как вы могли знать, никак, у меня знаний нету, у меня вера есть, а знания, постольку, поскольку, я внимательно смотрю, что совершается, да, когда случился ГКЧП, 19 августа, он приехал, там, привез женщин стройкома, все, хана этим демократишкам, все, у тебя же будет такое, у нас все, достаток, это по карточкам давали, я говорю, Валерий Григорьевич, Игонин фамилия его, скажите, а где вы возьмете эти продукты, да, у нас запасы стратегические, а они не для корма, нищим, стратегические запасы, самое большее, что у нас в стране есть на три месяца, больше ничего нету, через три месяца людоедство будет, а это через три дня там все это кверх ногами пошло, и он приезжает, говорит, тройком это все расформировали, вам стулья нужны, да мы стулья там получили, мы маленько на обедках от волка и как вороньев покушали, понимаете, надо знать и соглашаться, ничего сделать нельзя, но в это я вписался, как, я стал молиться, Потеряевка начала строиться, а ГК-щеписты, это все презрения, они там, я говорю, давайте приют, построим богодельник для ГК-щепистов, для коммунистов, которых никто не признает, это тоже люди, они могут обратиться, у меня первая мысль была помочь нуждающимся, хотя у самих есть было впроголодь. Вот я сейчас, знаете как, вот я по своему каналу хочу сказать, ну, много людей стало, знаете как, и в комментариях пишут, что, в общем, ну, недовольны то, что вот осуждаю, ну, и я, в частности, и мои собеседники, то, что осуждаем сейчас и церковь, и попов осуждаем, вот, но я как-то стараюсь людям донести, что я ни в коем случае не сужу, у меня сердце болит за нынешнюю ситуацию, да, в православии, вообще за народ мой российский, точнее русский, ну, российский, да, можно сказать, вот, и осуждаем, да, и как это осуждаем, что за осуждение, и вы знаете, я вот общаюсь с этими людьми, пишу вот часто, я говорю, осуждает тот, кто в другом видит осуждающего, вот, если ты видишь во мне судью, не судишь ли ты меня в таком случае? Слово судить, выносить окончательный приговор, они не знают этого слова, потому что мы не знаем, что будет, а как апостол Павел, об этом говорит, а некоторые, говорю, стали враги креста Христова, перечисляет их, об этом говорит возлюбленный ученик Иоанн, что Диатреф делает у них, зачем он говорит Диатрефе? И он, говорит, изгоняет нас и тех, кто нас принимает, и Павел принимает, Александр много сделал мне зла, он вспоминает их, сегодняшних людей, которые непосредственно его касались, много лжебратьев, опасности надо, все перечисляет, но окончательно вывода он не делает, осудить, то есть, да, я был, да, был, меня осудили, меня осудили, осудили по той причине, что статья была у них такая, распространение заведомо ложных измышлений, а ни одного ложного и не было. Я пришел к этим, к экспертам после освобождения, она говорила, раскулачивания не было, преподаватель в университете в этом, сельскохозяйственном, я говорю, Надежда Ивановна, ну, было, да, было, у меня деда раскулачили, да, как же вы говорили, не было, а вы же на суде у меня говорили, что я про это насчитал, раскулаченных, интервью брал у них, как они там умирали, как, которая бежала с детьми тайгой 700 километров, со зверями, ее слушать без слез нельзя, это у меня в аудио и в 12 томе открытым оком полностью записано, я их записывал, когда мужей взяли, мужья погибли, они одни с детьми были, было, было, ну, забыть, да все, очень легко, я вернулся, первым делом пошел, встретился с судьей, который меня судил, Макаров, Владимир Александрович, а он уже в арбитражном суде, вы нас, наверное, проклинали, детей наших, я говорю, Владимир, мы молились, за вас, он, не знаю как, ко мне на дом приехал, судья, который меня судил, который курировал, в КГБ, Николин Юрий Михайлович, приехал, и все купили книги, вот и все, а на Пасху, там, мы перезваниваемся, с начальником тюрьмы, начальник тюрьмы, умил по-христиански, вот и все, ты не держи это на сердце, и это будет вспоминаться. А как, как понимать, не судите никак, как это понимать, никак? Никак, ни с какой стороны не говори, ему покаяния нету, может быть, я добавляю, вот те, который нападает, хулит всячески, очень близко к тому, что он Духа Святого похулил, вот как с Куратовски, очень и очень сильно похоже, что похулил Духа Святого, у него неудержу нету, у него неудержу нету, он не понимает ничего, полностью у него шиблены мозги, он не понимает, что сказать, молиться за него, я говорю, может быть, мне не открыто, но по поступкам, по словам его, сходится все, перешагнул грань где-то, покаяния уже нету, вот как Дворкин, он такое злодеяние высел, что покаяния может уже не быть, но я не сужу его, я просто констатирую факт, а Скуратовскому вы говорите, о вчерашнем, он может уже давно, и не тот, может он изменился, вот тот, и что не изменился, он только вчера и выступал, он как раз и изменился, на меня Роспотребнадзор давит, весь мир молится, во всех странах сообщает, я не могу перечислить, он наконец-то этого упыря задавит, этот надзор он нужен, вот понимаете, он беснуется, представь себе, это в интернете он выставляет, раз за разом везде, ну ты видишь, детей разгоняют, Екатеринбургская область приехали, говорят, ни одного лагеря не осталось, все закрыли, не христианские, все, а за меня там народная линия, там какие-то, Осипов, другой, все стали заступать, а только один, один Скоротовский, злодейские слова такие, наконец-то Роспотребнадзор добрались до этого, предатели, Иуды, там такими словами, ну какой он другой, он не может быть другим, Скорпион не может быть другим, он пришел, это засланцы, он никуда не ушел, я не утверждаю, я просто предполагаю, но нет, я предполагать хочу, но ничего нету, вот где бы кто ни напал, где-то он мгновенно выходит оттуда, и самые злые слова говорит, упырит, это опять, это его, почему его там не задавят, это куда смотрит прокуратура, и в отсутствие состава преступления, суд закончился, и он не видит этого, как будто не видит, ну, ты видишь, что на моей стороне, Господь, а ты-то кто такой, пришел из баптиста, посчитает, что они из церкви, зачем ты пришел, у них все лучше, вот, это засланцы, он никуда не перешел. Понимаете, как у меня, ну, у меня просто склад такой вот, не знаю, ума или духовное сложение такое, у меня от рождения не ехал, я еще даже когда не знал вот эту заповедь, что апостольскую, чтобы, если возможно, оставаться со всеми в мире, я всегда по жизни стремился быть со всеми в мире, я не могу, чтобы, ну, вот так вот было какое-то, знаете, разлад между людьми, я стараюсь вот со всеми как-то на хоре, правильно я вот делаю, а не всегда вот оно вот, как бы и хуже иной раз получается. Раз на раз не сходится, где-то правильно, где-то надо уметь молчать, во время борьбы, во время войны, есть три вида борьбы, одно наступление, второе держать оборону, и третье отступать, и Кутузов, правильно делал, он говорит, наша задача отсидеться, они перемрут, как мухи зимой, так и было, бородинского сражения бы не было, если бы император не настаивал, иди отсюда, если не настаивал, надо уметь отсидеться, есть борьба, враг один, где только отступать нужно, а какой, бегайте блудодеяния, а вот я обратился, я старый, у него там, сколько я говорю, я был, 28, помнит, больше не помню женщин, и вот я бы ей, по последней жене пошел, рассказал бы, она обратилась, я говорю, святые учат так, чтобы по той улице не ходи, имя ее вспоминать, только в молитвах, ты поплывешь, она заглотит тебя, черная космическая дыра, всасывающую силу имеет, туда все втягивается, вот, надо знать, где, как, и поэтому, сказать правильно, это только по конкретному, определенному случаю, у них навыка нет, я сейчас стал показывать, я говорю, смотрите, создают миссионерские отделы, их не создать, это поделка сатаны, ни одного миссионерского отдела не было, в апостольские времена, во времена святых отцов не было, их, Христос не создавал, он посылал по два человека, весь отдел, 12 разил, ну что, не видишь что ли, Павел избирает, и когда с Варнавой у него не получилось, ну, из-за Марка, он берет силу, а тот Марка, опять подвое, к нам приходят Кирилл и Мефодий, понимаете, они не понимают ничего, ты можешь быть проповедником, я доказываю, проповедник хороший, ты только не удивляйся, что надо, Адольф Гитлер, это харизматический, как он выходит, как вся нация за ним, Ленин, Керенский, Фидель Кастро, я тебе назову людей, это проповедники своей идеи, но не благовестники, благовестники есть очень хорошие у баптистов, у администов, то есть благовествуют о Христе Иисусе, но с разными, говорится, с отклонениями где-то, это не миссия, миссионер, он не может научиться нигде, он берет только от Бога, миссия это дело Божие, они не понимают этого совершенно, миссионер, какой ты миссионер, миссионеру Бог открывает и полагает на сердце, где сказать, где, может быть, даже в действие вступить, где промолчать, а где отступить, вот форма борьбы три, держать оборону, нас вместе сидеть, наступление вперед, в атаку за родину, за Сталина там или где, и отступать назад, вовремя до Москвы дошли, а потом поперли вперед, у миссионеров вот это есть, они не знают, меня вот неоднократно, ну, об этом спрашивали люди, которые проповедуют, можно ли меня назвать миссионером, и дальше начинают, а вот Геннадий Пас, он миссионер или не миссионер, то есть, когда уже поняли, что миссионер это не человеческое устройство, миссионерствовали апостолы, и когда деяние апостолов написано, Златоуз говорит, правильное название такое должно быть, не деяние апостолов, а деяние Духа Святого, миссионер это орудие Духа Святого, ему Бог полагает на сердце, говорить или не говорить, держать оборону или отступать, а как отступать, очень просто, очень просто даже, когда ты, как Серафим Саровский говорит, ум плавает в Евангелии, вот он, ну я просто скажу, опять на меня нападут за это, Невзоров Александр Глебович, это человек отверженный, совершенно, похоже, что давно похудел Духа Святого, похоже, но вы дали ему туда дорогу, где его семинария, и что он видел, как отец у него, или этот дед там был, генерал КГБ, как он рассказывает, и как привозили настоятели монастырей, там льготы разные были, они выдавали всех, он видел ребенком еще это, так вот я предлагаю, я был в Москве, у игумена Сахарова Кирилла, я говорю, вот что нужно было сделать, почему Чаплин до этого не додумался, я мирянин какой-то там, простец, мне это видно, а ему нет, что нужно было сделать, благословение взять у патриарха Кирилла, святой, или как там назвали его, не святейший, конечно, вот над нас нападает умный человек, режиссер, он во всех конфликтах участвовал в Приднестровье, на его совести может убить их десятки, в Чечне и прочее, какую он программу вел, популярный, там, назовите его как, и он сильные претензии имеет к православию, давайте составим команду, человека 3-5, заранее ему позвоним, и скажем, Александр Глебович, примите, по благословению патриарха, мы приходим к вам, заснять это все, выскажите нам наши мерзости в лицо, как вы говорите, а мы потом на синоде рассмотрим, что ты говоришь правильно, больше половины надо принять, что он говорит, то есть я отступаю, они этого не видят, они не миссионеры, я отступаю под его напором, почему, потому что говорит правду, а где не правда, тут я держу оборону, а где он нападает, тут я дальше 32 ролика создал, где я его громлю, 32, они не миссионеры, миссионерских отделов быть не может, может проявить, а вы бы согласились, если бы они назвали себя отдел проповедников, допустим, да, да, отдел благовестников, может быть, отдел проповедников, отдел благотворителей, отдел певцов, все отделы можно создавать, кроме одного, миссионерские, а миссия принадлежит только Духу Святому, Дух Святой придет и научит вас, Писание все об этом говорит, сидите и ждите, доколе обречетесь силой, они не обречены силою, они академии кончают, вот возьми, Алфеев, Алфеев, как это там, Алфеев, митрополита Ларионта, у него грамот, он музыкант, композитор, а он не миссионер, он проповедник хороший, возьми, вот выступает Андрей Ткачев, замечательные батюшки, Смирнов говорит, но он не миссионер, он не может в миссионере, миссионером быть, как? Он не знает, еще раз показывает, ты меня прости за это, я грубо показываю, это лестница, называется лестница, вот по ней забирайся, мне иногда вопросы задают такие простые, но вы же уже знаете, для вас не знаю ответ этот, у меня сразу 4 ответа, а какой дать, я не знаю, ну, хоть какой-то, хоть какой-то, как раз не могу дать, а когда дадите, как Бог скажет, иногда месяцами, один и тот же вопрос перед Богом, наконец ответ поступил, они этого не знают и не понимают, о, вы харизматы, вы такие там, когда сейчас они ролик-то 12, ТВ-12 смотрели это, у нас были-то, и там они этого нашли, с Хемеровской епархии, ударство Евгения, такая физиономия бритая, отдел информации, при Хемеровской епархии, меня не видел в глаза, и трепет стоит языком, я детей учу лицемерию, где, что дети убегали, да, как это, какое, как раз я учу нелицемерно, что мы презираем это, в руки их не даемся, мы провели тренировки, это, почему они ко мне, все там радиостанции, телевидение, звонили и звонили, просили принять, я разрешил только одним, не зная их, кое-кое как, и они в течение полутора дней, уже из Москвы, у нас были Потеряевки, Анна Афанасьева, если, я вот, скажу еще, я, может быть, говорил, не помню, но я часто об этом думаю, вы вот, прекратили, вот, миссию, вот свою, да, ну, то, что ходили, там, по общественным заведениям, по площадям, везде говорили, вот, а почему вы оставили это дело, я вот, я вот чувствую по себе, что это дело нельзя было оставлять. Так, теперь, в это воскресенье, я с предисловием говорю, наши, несмотря на пакет, против, благовестия Яровой, которые сейчас везде душат, страшными, этими штрафами, наши вышли, у каждого документ, в папке с собой, все это взято, документ, то есть, он нам разрешает, община разрешила, подписи, печати с обратной стороны документа, копия нашей регистрации в краевом отделе юстиции. Но никто не подошел. Если нас даже задержат, у нас документ, который нас оправдывает. Почему я не стал ходить? Всему свое время. Знаете, как у меня стихотворение написано, пример себе своим воображением. Я там пишу, я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу, со златоустом, путь житийный пройден, с той стороны земли на все гляжу. Я застолбил, показал, все. Во-первых, ходить мне очень уже несподручно, у меня с коленями трудно идти. Дальше, у меня огромное... Машины, машины, что, мало машин, что ли? Машина, по дворам идти надо. Дальше, молодежи дал возможность, они едут, у меня есть кого послать, но я в это время бодрствую и молюсь, я с ними пребываю. То, что где высеяно, вот ко мне на дом сейчас, вот позавчера только приехали для библиотеки, просят хоть сколько-то книг, я 10 книг пожертвовал. Книги-то кончаются, у меня нету. Вот с 10 октября у меня из Америки, из Австралии, откуда только не просили книги. Я говорю, вернусь с 10 октября. Ну, под скайпом писали там, или в моем мире где-то. Я со всеми присутствую. Я прошел от Владивостока находки до Лиссабона, в Скандинавию и Прибалтику. С меня уже хватит. Прошли Турцию. А, Игорь Тельч, а это, А вообще опыт был такой, чтобы выходить просто на площадь, да? Вот. И начинать прям говорить. Да. Такой. В советское время у меня было это, не где-то. Ну. Я стою, допустим, на вокзале. Вокзал, площадь вокзальная, привокзальная площадь. И я начинаю говорить. Зашевелилось. Народ мгновенно собирается. И кто-то уже побежал в милицию. Мобильных телефонов не было. Милиционер подходит. Товарищ, вы что тут делаете? Я разворачиваюсь. А, это вы. Извините, пожалуйста. Развернулся и пошел. А почему? Я вел занятия еще при советской власти во всех отделах милиции. В линейном отделе, это шестой уже отдел. В городском ОВД, седьмой и краевой ОВД. Никого там не было, ни одного попа не было. Никогда. И, да, похоже, и не будет. Сколько там получили литературы? Только через нас. У нас канал был, что мы наладили от баптистов, Библии получали. По их себестоимости, чуть не в 10 раз дешевле церковной. И все это помнят. Собирают помощники прокурора, прокуроры края. Милиция, 750 офицеров. За мной приезжает Волга. И приезжает не кто-то, полковник по полицейласти краевого ВД выступить. Сколько попов, почему к ним обращаются? Ну, вот это с Куратовской вещей. Вы хвалитесь, но моя биография, еще хвалитесь. Я просто говорю, они боятся. Я хвалиюсь моим Господом. Господь это делает. Я перед ними говорю. А кто обратился? Да Бог знает, кто обратится. А потом будут плоды. Потом будут звонить, приезжать, говорить. Однажды я на вокзале стою. И в это время какой-то мужичонка подходит. Но я по глазам-то вижу на веселье. А вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, нет. А я там из Шипуновского что ли района прокурор. Ой, как вы тогда у нас выступали. Я это все помню. Я говорю, а что ж ты? Тут маленько расслабиться. То есть люди помнят. И говорить, что вот в летном училище я вел занятия. 475 курсантов. Высшее авиационное училище. Но вот они к власти пробираются. Им главное власть дать этим патриархийным. И вот власть дана им уже. Перестройка прошла. И они по силовым структурам назначают Бурдина отца Николая. Бывший помп прокурора когда-то. И вот они его назначают. Меня вызывают. А там генерал, начальник. Извините, сколько лет вы у нас. так назначили. Сказали, что только от патриархии. А вы же зарубежная церковь. Пожалуйста. Я говорю, ну они вести занятия у вас не будут бесплатно. Как бесплатно? Не будут. Они без денег шагу шагнуть не могут. Да вы что? Ну, простились. Они мне дали 70 шинелей, 70 кителей, 70 брюк, фуражек, ковриков, тумбочек. То есть придет время, они дадут мне это все. Проходит какое-то время. А меня как бы курировал Мазур Николай Павлович. Майор. Моисея Рудовича. Да. А у нас здесь главный настоятель вместо епископа, епископа не было, Войтович Николай Павлович. Благощинный, миротащивый, с отверстием, говорится. Все награды у него есть. Вот. И тот, говорит, мне звонит неделю через две, говорит, приходите, Игнатий Тихонович, мы же на них вышли. И они сразу по телефону спросили, а сколько нам назначат? Они говорят, за что? Ну, за то, что занятия будем вести. А Лапкин у нас уже Лапкина-то Лапкина, а у нас так не положено. И все, я, говорит, им сказал, у вас будущего нет, одни бабки останутся. 475 молодых людей. У нас все оформлено, можем на телевидении показывать, привозите, чтобы показать здесь. Аудитория, тепло. Нет. Вот и все. Я рассказываю реальность в городе Барнауля, Алтайского края. Там Николай Павлович Мазур, а там Николай Павлович Войтович. И кому я должен прислушаться? А преподаватели все полковники. То ли пенсионеры, то ли... Ну, я могу перечислять. Там Живан Ширович, Сергей, Акопьян. На прошлой неделе только неделю просматривал старые ваши ролики, где зимой где-то в лесу 96-й год, потом в университете, как говорили. Ну, конечно, таких таких людей, но опять же, я не похвалу, я просто смотрел, и вот, как бы, знаете, ну, душа загорается, глядя на все это, видя, ну, там еще молодой, да, там 50 лет с небольшим, вот, какие горящие глаза такие. Сейчас, конечно, нету таких, ну, благовестников таких нет. Так, тут еще школа юнгов, тоже авиационная, и это все в фильм попало, как я у них снимаю, там режиссер приехал одновременно, я говорю, из вас готовят героев, вы смелые, жертвенные, но если без Христа, вы головорезами будете, в разные структуры мафиозные пойдете, это все в фильме пока, да, в фильме, фильм, который займет первое место в России, Златоуст из Потеряевки, и вот я закончить хотел про это училище, и вот они на подъеме, вот случай такой был, приехал я туда к ним, на какой день там назначают они, там раз в неделю, и говорят, сегодня, наверное, беседы не будет, сейчас только артисты выступали, с Москвы приехали, интересно такая была, они уже устали, курсанты, да и обедать сейчас будет, я говорю, ну, я пришел, ну, хоть минут 10, да нет, они уже слушать не будут, это, молодые люди, 5 минут дайте-то, ну, ладно, 5 минут, проходит 5, 50, сейчас, он заходит, часы показывает, ребята, на обед надо, подожди ты, я полтора часа безвыходно говорю им, молодежь вся замерла, понимаете, они не знают это, что означает благовестие, когда исходит оно от Духа Святого, недавно приехал митрополит к нам Сергий, и с ним, як он там, черных, кажется, фамилия его, и вот такой голос у него, в Потеряевке служит, он говорит, а вы знаете я кто, я говорю, да я же как раз курсант был, вы у нас выступали, то есть по одному, где-то появляются люди, которые, перед которыми я выступал, я не видел обращения, и меня не пригласили к себе, все такие полковники, там подполковники, отдельно там к себе, после занятий, так не знаю, чем у нас тут пиво тут, я говорю, я не пью, эх, чем бы вас наградить, а сапоги возьмете, я говорю, какие, хорошие, яловые, он полез за диван, вылазил, размер какой, 43, я говорю, так это мой размер, возьми, он к другому там, прямо аж весь такой, скажи, у тебя какое чувство, он говорит, мне кажется, я не в академии, нигде не учился, они присутствовали там офицеры, почему, интересно, они это не знают, Скоротовские, вот я прихожу, ректор, ректор университета, Евсигнея Владимир Васильевич, 21 тысяча студентов, он вызвал меня и говорит, тут надо вам занятия провести с бизнесменами, ну, хорошо, а когда туда, пара часов, по паре часов, по два часа, сегодня, там, завтра, после завтра, я провел всего несколько встреч, ну, не больше трех, две или три, по два часа, он меня вызывает, я говорю, деньги получите где-то, там в другом здании, я говорю, какие, да, как вы выступали, так я же бесплатно, как бесплатно, так вы у нас в университете занятия бесплатные, я говорю, 17 лет, да вы что, сейчас же подсчет поизвести, там такая цифра, даже говорить боюсь, получите деньги, так, я пошел получать, там такие деньги, я говорю, а за что, я пошел опять, я говорю, а за что ж такие деньги-то дают, я, я, конечно привез диски там где там фильмы наши и на их вопросы ответил один еще строитель старокина говорит я говорю помогите мне достать тестомес который мешает тесто то держа называется далее привез я да как агарит поставки профессора да какое профессор то у меня и кандидатской нету не скажите так я бы тут и по профессорской больше они счет не нобелевскую премию мне там дали это а кто я как определяли бизнесмена это не мы определяли они сказали оплатить его это они платят деньги горит ней не университетские вот и все всем этим скоротовским дубинам ответить это не моё вот вот сейчас я вот из личного опыта да и наблюдают за людьми да все-таки сейчас много таких отделов проповеднических много молодежи сейчас ходит по улице да ну и от себя тоже я на себе это не раз ощущал вот иногда дается да говорить иногда не дается да иногда доход посещает то не посещает одним людям говоришь на других не можешь язык повернуть колом стоит а у вас у вас постоянно идет вот что это за секрет как этого достичь чтобы всем всегда говорить семикратно в день прославляю тебя псалом 118 стих 164 выбери время для молитвы три святое и 100 поклонов это раз а потом своими словами с воздеянием рук каждый день ночью за патриарха за по путина за всех за эрдогена и амана тулеева за всех молимся чтобы не было покушения что всем дал господь духовное рождение я не знаю я ответить на этот вопрос не могу она естественно три вида наступление оборона и отступление как какому ответить бывает никак я просто смотрю на него и молюсь вчера зашел человек с определенной мыслью первый раз михаил за грудина в какой-то я могу ошибиться чтобы не обидеть его и он уже все все я обязательно сейчас вопросы накоплю приду у него мысли уже совершенно другие одна встреча иногда мне по телефону звонят звонят тут мы обязательно мы должны мы хотели мы там на ваши занятия а я же не знаю кто там может быть сидят в епархии сейчас и что он ответит я говорю здесь хорошие батюшки есть вот таком то здесь пойдите у нас замечательный митрополит здесь таком-то соборе такой-то там-то идут такие-то занятия где-то я знаю где идите туда нет я был ничего не понравилось и я стал спрашивать и сказали а это тебе только к лапке найти не можем принять я никого не принимаю никого поэтому больше не звоните у нас принято необычное решение было преобразование общины к себе никого не звать нет такой общины и не было нигде никогда так и вы тогда исчезните не исчезли худо-бедно 20 с лишним лет и к себе нельзя звать я к христу звать а почему не знаю а почему не зовете потому что они уед карикатуру христиан может быть хотя у нас порядок тишина стройность одеяния вот сегодня я выставил посмотри сегодняшний маленький отрывок из богослужения как входит елена с ребятишками как дети стоят как она садится в это время ну просто сегодня я выставил тэка троллик то они показать подобный не могут у них нет этого у них шалман туда-сюда у нас тишина ни одного звука ни одного слова шепотом они не знают этого а нападать легче всего они меня судят я их не служу я сострадаю им вот я вспоминаю училище где проходил мне интересно это почему я этим живу вот я задаю загадки которые кто когда составлял гимн гимн сайт вы слышали как поется он он на меня вышел на днях мачалин мы с ним беседуем ролик будет через неделю стоять и вот я говорю вы счастливый человек или нет а что это слово такое я гордах от меня считают самым счастливым в интернете профессора там шалаховец стручков александр здесь я зашел весь генералитет алтайская сидят три генерала мэр города а мы только о вас беседовали более счастливого человека вы просто не встречали в жизни я гря как определили вы делаете то что вам нравится я гря синизатор я на дне социальной лестнице мне интересно с этими бабушками быть меня настоятель вызвал игнать и вы не солнышко всех не обогреть и ну что вы вот выйдете вас бабки со всех сторон облеплять огреет и валенки подшил вот как из крыши снег сбросил здесь я говорю дрова пилили у ней вот этой три бабки подошли это все моим печки бесплатно сделал понимать у меня вот грабли я в грибу ими каждый день они этого не знают и поэтому у них сколько-то труд и молитва молитва и труд лозунг антония великого работать до пота и все у тебя будет как надо ты доверься богу не у всех я пытался говорить с еленой у нее искать тоже плохой у нас так и не получилось она ну я у нее спросил я верю что там за ролик выставила да вот но конкретно так и ничего не сказал я скажу что еще недели две назад я и говорил что я говорю не ходил лучше в общем не езди потому что ты разочаруешься вот но это уже третья женщина который я советую не идти в общину потому ему видно что такие женщины есть они ну самостоятельные вот и они и третье третье опять же спотыкается и потом вы да вы были правы лучше не ходить было она пришла на почему разочаровалась вот где тем отношения такое это самое почему я не понравилось не понравился почему нет только в коридоре детей раздевают детей одевают по форме нет не это не причина никакая так тут она сидит ролик она убрала к утру и она им говорит все против лагеря против меня и дети а в ролике то летние это видно дети смеются питаются играют на них никто не играл семяне играют соревнования участвует бегают абсолютно неправду говорит и учить детей против я это разве надо она теряет слишком много слишком много это прямо тоже в ролике в этом она и говорит ей при какой пришла уже три минуты осталось до богослужения разделе забили посадили дальше у нас будет обед а я-то там собрание веду а я уже нигде нету у каждого распределенно где сказали сейчас попозже тебя отвезут нет ребятишками она все сереже дорога ее согнал нет это не причина ее сильно избавили последнее время какие-то поступления денег где-то она показывает себя этим не надо этого и делать зачем отношения были хорошие она все намертво рвет как будто никогда мы не были она приходила не раз там потеряевки было и видел видно как у какой день у нас день был община престольный праздник то все по-хорошему а здесь другое понимаете как она ждала нечто большего на ну или понять можем тоже до шестеро детей причем дети такие ну девочки беспокойные не такие постоянно шумят бегают балуются вот и она ищет как бы какой-то в поддержке понимаете и она ее не находит она вроде бы иллюзии какие-то в себе ну подкрепляла что она вроде бы общей не найдет поддержку какую-то а поддержки никакой и она поэтому не надо не правда давай поддержку последнее воскресенье которое изминуло воскресенье за ней едет наша машина ее привозят какая поддержка ни копейки не платят теперь она заходит ее встречают коридоре облепили сестры да на видит как они воркует вокруг нее ребятишек сразу все какая поддержка уже богослужение богослужение кончилось она сразу отсюда какая поддержка полная абсолютная поддержка ей было ребятишек тут все видно как гладят стоят люди даже во время богослужения все это уже по заказу идет кто за ней стоит еще надо узнать сейчас говорят они ага йогурт брали эти туркменты ее там один только законный ребенок остальные от разных мужей там уже на меня скидывает материалы я говорю мне это знать не надо но ее брали за наркотики она сколько-то там отсидела даже я говорю я этого знать не знаю мне это не надо может это неправда даже но здесь какое я она знает программу сейчас сразу идет собрание в это время на в детской после этого у нас трапеза после этого будут занятия и там отвезут уже нет я вышел а где она они эту она побежала даже не одела расстрелку на что-то с не разговаривал нет ничего не было она не нашла поддержки это неправда сущая неправда поддержка полная ей было я тем более привез хотел сразу на машине чтобы отвезти и картошки капусты свеклы растительного масла макарона в целый мешок к ну то что можно моркови я вышел никого не такого посылать и она в этот же день к вечеру выставил этот ролик снимает и детей травит против меня против лагеря вы что придумали там кто-то шел сзади русская печь русская печь это освенцим душняк русская печь душняк это вообще то есть она не знает что сказать я гляжу прям как а почему дальше она стала поминать прокуратуру могли против вас возвести уголовное дело то есть она как бы сожалеет что в то время не дала каких-то показаний это слишком далеко зашло это все было в ролике но никто его не снял мне сразу позвонили там никита еще не не спросил даже где-то зачем вам нравилось детский лагерь она уже у дети когда выезжали всем нравится баба надя у ней были она им плачешь тишина какая поддержка еще 5 ребятишек у меня бесплатно 5 ребятишек бесплатно первый год было кажется на четверо только но какая поддержка то и с ними вместе везде вот я их кормлю мед сотовый мед гречишный и все это показано дети смеются смотрят кино купаются ягоды собирают вот играют они на футбольном поле где как их презрели или как вот они в баню идут нигде нет нету то есть ее избаловали кто когда знал когда ушли на фронт мужья чтобы детям такое было она поехала денег нет я денег дал на дорогу все что она говорит до 1 процента неправда это она щас как говорится сорвалась с этого стержня да вот такое дело и уже угроза грозит что детей выше бы мусульманами сделать то есть откуда это а вот откуда когда царица евдоксия жена аркадия поднялась против златоуста она эпифания критского на свою сторону а тому 102 года было уже если вы не свергните я на златоуста я на златоуста то я открою языческие храмы все отрекусь от христианства мне это сильно напомнило евдоксию и она перед этим стоит мула хотел нас повенчать вроде зря не помещалась какой мула повенчает это сейчас она и детям говорит детям вам же не понравилось детском лагере нет вы дядю игнати уже не любите нет а почему она дальше не знает дошкольники то то есть она прямо травит и наталкивает у них она теряет что она так и спрашивала что не любите 10 сидят перед ней съемка идет и она им вопросы задает и они отвечают дети лагере не понравилось мы больше не поедем то есть видно что она тренировала а дети в лагерь так хотели они в лагере видели то что ни в одном лагере больше не увидит какое это украшение нашего лагеря дети эти были везде играют бегают но я приучал к труду она не приучает они щепочки собирали кору от деревьев еще с не спрашивать что пальчики работали я с ними занялся игнати ими не занимается ему они нужны дети только когда огород пропалывают то есть понял куда она гнет так огород то для вас целую живут люди больше месяца сколько у меня детей на костре и везде картошка то где я возьму а они не могли ничего делать они жучков собирали приучая детей к труду я приучаю главному одна мне пишет у меня хоть сын научился гвозди забивать и ничего не умеет делать вот старший ее кирилл вот он работал с нами на рыжковском пруду я внизу пилил где эти кусты а он относил и ему можно уже что-то доверять он шкурил помогал она должна быть по гроб благодарна как ее детям относились нигде не зазирали андрей совершенно непокоривый совершенно вот дети работают а я ему дам стой стой смотри в сторону не работает обозленный тоже ударит любого драку устроит и она не видит ничего она ослепленная той она поняла дети есть работать можно не работать деньги дадут и все неблагодарное но у меня ничего кроме молитвы они нету это она воскресенье детям говорит детям и душником называют освенцимом печь русскую вообще не слышу я провел четыре дома это сергей бухов назвал она повторила но зачем же повторять он сергей засмеялся сказал а теперь вроде сергей шел где-то там когда к ней приехал приобнял ее откуда чего берется ну даже если шел и задел рукой я не задеваю никогда женщин но я вот приехал они со всех сторон коридоре меня все заходят все до одной бабки молоденькие все подходят целуют на это и к стою вот так вот у кого целовать-то для никакой это любовь или или не оказали максимальное внимание то что говорит не внимание неправду приставь ребенок не одет и она с ним по улице буквально бежит он за ней на машине едет какая нужда когда она знает что сейчас накормят я и машину загружаю продуктами давать некуда я лично было бы картошка свекла капуста это наше нет это нет это уже травля идет с другой стороны за ней кто-то стоит последнее время прокуратура и трясла видимо сказали давай вот так это там идет нет это неправильно она делает и скажи еленочка ты теряешь очень много к себе мы уже не примем ни под каким видом опасный человек крайне опасно на любое показание даст на нас никак а тут и занятия идут и с детьми отдельные дети воскресная школа не не надо это она не представь себе еще собрание не кончилось ее нигде нету я вышел ее нет а где лена да как же так отпустили и кто ее повез да она никого не стала ждать машина не выехала ей бы сказали у нас каждая машина назначена сколько бабушек садятся сейчас отвезут куда торопись это не на работе поела их под подарками загружают подарками представьте целый мешок макаронов только мог дать муки растительного масла 5 литров я все приготовил уже ей это перед богом перед богом я говорю то уже в мешке затарена была картошка ничего она уже не получит я это не надо она ссоре деньгами налево направо ей дают это развращает человека это горбачев сказал несметное сокровище развратили нас пресной воды тратим больше нормы в 70 раз вот это сейчас у нее на последнее время кто ее знал она не такая притом не какая-то оля или юля это это совершенно другие люди шофер которые привозят так нельзя понятие вот она недавно как нельзя она не успеет приехать уже детей и обнимает целует ведут ни одного слова правды нету здесь поверь мне дорогой брат мне так как зачем бы это нужно было а я она сказала только я хочу быть в общине я хочу чтобы меня приготовили к крещению у меня целая программа ничего это уже не будет все никто не будет заниматься как у нас она зимой приходила несколько раз и теперь она припомнила игнатий сказал если женщина одинокая без мужа наживая детей это бы б я уж не повторяю это степаненко сказал слово нормально литература но раз не хотят не надо я сказал ей никакого оправдания не ищи от разных мужей ребятишек плодить никогда церковь не одобряла не одобряла дети блуда они будут свидетелями разврата родителей соломон говорит свидетели разврата же лучше злой мужчина чем ласковая женщина стыдящая до поношения она сейчас этим занялась поношением она бросилась на меня а я ничего кроме добра и не делал если я сказал сказал для покаяния а если брала ролик значит она что-то осознала передумала значит она совершенно без памяти делала это и к утру она его убрала я утром пошел нету недоступен она ну просто в бешенстве женском да разве это можно делать детей травить маленьких ребятишек которых на руках буквально носили ролики стоят я не слова говорю ты открой ролики она мне она мне что говорил я опять же скрывать ничего не собираюсь вот она мне говорю что дети приехали из лагеря на говорит у девочек глисты нашли вот а у этой у старшей но еще что нашли а где они получили то а у старшей девочки говорит воспалились почки сильный мы их на земле спала там и сказал я говорю а почему-то и натикнули еще об этом раньше не сказал почему ты молчишь об этом после допроса прокуратуре все это пошло не надо мне у нее обнаружили листы у нас один приехал мальчик но там проверять а его не проверили они подсунули соседка по рыбане а у него щасотка его сразу же одели отправили буквально ночью как мать поднялась он у вас заразился вот это же самое он говорит мама алёша то и говорит мама да я же не долечился вы меня лечили и она отступила но зимой был пожар и мать сгорела сгорела одни угли остались она играет слишком многим глисты а где они у тебя если если обнаружили глисты а где они ты получил это ты скажи где где она питалась где было у нас кто-то бы заразился за 45 лет никто не заразился теперь спали на земле на какой земле где никто на земле не спал ни разу никогда даже когда были в палатках у нас вот такой толщины пенопласта пласты целые мы туда привозили прятали здесь доски минимум 20 сантиметров на лагах это нижний этаж которая келья там больше что это не шалаше дальше матрасы а на матрасе еще населена там сколько это не все абсолютное сто процента неправда дети просты ли там мощица то есть ничего не было последний раз я в прокуратуре потрясли она и видимо программу и далее написали она сейчас трепет языком ничего этого не было ну было бы хоть раз где-то за 45 лет у кого-то и у кого не было и у нее не было и дети уехали по хорошему а теперь ты можешь был у меня такое там родители говорит наша девочка вас повредилась и на качелях и стали разбираться а девчонка-то и видимо забыл еще и нагады агар баба да я же упала три дня назад здесь во дворе окончалась то в лагере то я не падала никогда и все они хотели получить что-то с меня ну то есть люди разные и притом я к ней ничего не имею кроме жалость я еще усилил молитву они но что она сейчас делает это крещение разговаривать не надо не надо сейчас надо ей крепко молиться о том что она уже детям детей травит против это абсолютно противозаконно ничего кроме добра притом добра по нашим силам возьми ролики за лето которые были как девчонки бегают с кружкой воды там соревнования было как они пасут как они ягоды собирают ну то есть все церкви стоят как куколки одеты из бани идут там каждую неделю баня они там где-то что-то где-то ничего этого не было прекрасный обиход не в одном лагере приезжает и вот у нас этого совершенно не было каждый день я сажусь мне морковка нужно труд но я первые ложки сразу ну ко мне мои ластащата пингвинщики они подходят по полной ложке все это на в интернете и мне ничего не достается я их подкармливал а прошлом году старшая девочка приехала почки больные она приехала и почки больные я говорю отделите ее я сразу и особый рацион каждое утро на кухню пошел к батюшке выпросил березового соку подогреть по полной кружке пить березовый сок и специально принес для нее банку меду перед богом говорю и уже через неделю она забыла про болезни она забыла это елена знает и она веселая бегает ну вика виктория значит я отдельно сделал все и она вообще никакой почки не было а теперь сразу почки на прошлогоднем хочет козырнуть это она уже показывает себя как лютый враг неблагодарные злобные на разве так можно делать она и вас в любой момент шлепнет осколки полетят это нельзя так делать нельзя это никого ни в одном народе не одобряется она от нас получала только добро я ее не звал ни разу к себе она сама приезжала пожелала быть здесь я хочу у вас быть на богослужение пожалуйста машина подано и машина такая которая может возить детей как автобус микроавтобус но это не не только с ней у меня тоже много общение женщинами с разведенными я хочу сказать это повреждение сейчас у многих вот на женщин и вот кто виноват вот опять же их мужья оставляют но это такой один из разновидностей беснования вот именно они одинаково все говорят одинаково чувствуют себя понимаете то есть на это тоже может сослаться одинокая вот она вот так вот себе женщина без мужчины она может не до человек ну конечно нельзя говорить я согласен но травить детей после богослужения когда она была когда оказали такой прием привезли отвезли травить детей против научать чтобы против лагеря против игнатия лапкина я говорю согласитесь что это запредельно далекая злоба это изовель пронырливая она как агафолия своих внуков всех уничтожил чтоб царствовать я найду и примеры на разве это делается я насчет подкапывается разные в интервью по томате под роликами подписывают зачем она это делает меня проверили к сожалению ролик это не видел поэтому я ничего не могу я говорю тебе у меня проверили и кто-то органы кгб я по станциям московской кгб арестован был до прабабок проверили за мной ничего нету наши семьи все были земледельцы детей учили только доброму были кинофильмы смотрели ничего кроме добра она не получила дети и то что дети получили это на всю жизнь останется в них а угрожать что перейдет мусульман что или проще зачем я это она прямо прямой намек дает мула нас хотел повещать то я думал да видно зря отказалась веры то никакой оказывается нет я и ни разу дверь не закрыл перед ней так здесь вот здесь вот хула на бога идет если она так была на духа ну понятно что маленькие ребятишки съемкой ведет сверху вот так вот и она начинает вопросы дадают но вам же не понравилось в лагере молчат но вам было плохо в лагере плохо а почему молчание еще они не могут все эти но ребятишки маленькие дальше с вами никто не играл нет только фрося одна прости играла дети играют показано и у все время играют со всеми ребяти но дошкольники да они не могут и в футбол играть но они после этого играют другие игры то есть ложь ложь лжесвидетельство догодится ли это я для нее все сделал что мог еще раз говорю бесплатно дети за ними ухаживали обмывали кормили привезли отвезли в дом прямо привезли что я мог больше сделать больше у меня ничего я думаю на вопрос прощения но я готов хоть сегодня и она должна залезать за собой все что она изблевала за эти дни после сверстения и воскресенье сейчас зайди посмотри как ее принимают и они какой ну как я взять на два на руки поднять и на руках держать есть сразу сиденье где она с ребятишками ребятишечки одеты как она в потеряевке было какое уважение на кормили напоили а больше христианину что надо то есть избалованность она должна вести себя скромно а вот она одна войну все женщины были одни но ни одна так не поступало она рада была лебедой живот набить кто бы не помог здесь все ей дали все и она поехала я и денег на дорогу дал еще но оба у меня больше ничего и нет у меня пенсия 6 тысяч сейчас вроде добавили но у меня нет ничего вообще ничего нету а за детей сколько меня жучили ни одного ребенка не отдал полиции в руки вам мало это и у бабы нади жили и там ролик сняты как они смеются закрывается глазами сами хохочет хорошо она магия не обнимают лучше нельзя создать баба надя она души в них не чаяла и в церкви везде девочки у нас на первом месте буквально наш она требует чего-то другого чего я пока не знаю разбитого корыта я тоже хочу понять вроде помогают и люди нашлись и продуктами и вещами помогают а вот и что-то нужно узнать вот чего она еще требует от людей а старик со старухой у синего моря то что она требовала чтобы рыбка была на побегушках и наконец опять разбитая корыта а кто виноват сейчас сидит профессор один пушкиновед и говорит а виноват во всем дед зачем он позволял да почему он не не дал у корот у бабки этой по крайней мере у него хоть как корыта было бы а уж сударыня рыбка да прости снова дурит старуха избу требует сварливая баба значит были они эти сварливые она может иметь против кого-то против лагеря не может она грешит страшно лагерь наш особенный каждый день на молитве были даже когда я говорю слова дети садятся верхняя жердочка двойная вот так вот рядом 2 и дети садятся я вдруг сторон специально садил людей которые девочек обнимали держали чтоб случайно не упали понятно где бы они ни были чтобы на землю не сели на костре одеты были и буквально на руках носили я все ручки смотрю я не дололик не пропускаю ты летние ролики про про крути где там ее дети ты увидишь и ты скажешь да кто еще раз и царские дети вы почему за ними их по закону выбитками только могли называть а для нас это не значит ничего для нас это дети христово наследие а насчет забыла в это время люди говорится страдали она наслаждалась и теперь одними детьми не работаю детьми и меня увози привози дело еще то есть она совсем сдурела она не понимает что она делает она отвергает она с нами общину отвергла она не понимает что ей такого нигде не было и не будет никогда больше я тебе говорю в это воскресенье я и машину загружаю продуктов и она удрала и и даже не попрощалась ты спроси скажи что тебе сделал вот этот старик вредный назови меня даже не по имени она слышать имя и мои уже не может скажи как ты детей могла научать против лагеря где дети смеются радуются я морковкой кормлю хотите до выношу мед сотовый надо и раз за разом и в рот даю ну ну где в каком лагере чтоб такая близость была они пришел приходим смотреть ну жарко же дети смотрят фильм они не понимают сразу им постелили они тоже ложатся и спят перед экраном у нас в этом обвинять в уме или нет это перед богом тем выше награда делать этого нельзя и никак нельзя надеяться на туркмена узбека что он приедет заберет и она там будет это велами написано у него там жена и какая ты будешь а только принять мусульманство только осталось ваххабитов из ребятишек сделать она ни перед чем час не останавливается она пошла ва-банк из-за чего думаю из страха прокуратуры припугнули детьми это у нее не было она просто ласкалась а везде было еще потерявку приехала еще этого не было даже приехала богослужения не было но тут ее сорвало она против надо ничего нет и она это пересилила ей любовь внимание не буквально захлестнули ее это все выставлено в ролике и теперь она меня на молитве вышла на первое место рядом с вами она парализованная духу духовно и вот эти вот подачки деньги они ее дребезги разнесли она вообще не знает куда их девать это нельзя делать она должна их положить какие деньги послали на книжку как делали этот муаммар каддафи каждому ребенку они вырастут сгодится совершеннолетие они сорит налево-направо там уж деньги потратили она же проводила это отопление двери менял там уже все где ушло там в 10 раз больше она тогда писала только сейчас еще до ремонта писала 200 тысяч 80 тысяч уже дали тут и деньги такие у меня 6 тысяч я 45 лет вожусь с детьми и голодных не было и тысячи только бульдозеристу 136 отдал уезжая еще 150 оставить надо то что песок щебень должны зависеть я до себя это делаю ко мне претензии иметь это надо это уже очень высоко за заглянуть какие претензии у меня ничего нету чтобы меня арестовали посадили уголовную розыск против вас могли воздвигнуть вроде она меня спасала она бишь куда идет жалеет что меня не посадили я расшифрую все ее действия на этой неделе предупреди я скажи елена бумерангом вернется все очень быстро когда женщина говорила что у нее ребенок заражен был здесь они здесь она сгорела живьем смотри как бы с тобой не было сейчас позвоню я поговорю с ней поговорю я живой пусть она на меня выйдет да я знаю ей нельзя отвечать игно игнор полное игнорирование ей нельзя ничего отвечать она сейчас за каждое слово уже ролик когда ко мне на дом приходит чтобы убрал передает через кого-то я не смотрю это дело это мой ролик у меня в доме сидим еще ты начинаешь мной командовать она же чтобы я на побегушках был как золотая рыбка вот почему это это характер женщины злой вот и все но я устремляюсь на молитву я ее включил на молитву на каждой молитве она у меня теперь она при мне удушающей любовь как говорят юнайной юстиции все жалко очень даже жалко она мне не чужая а кирилл я обязательно приеду кирилл старше я обязательно приеду она сама мне все это писала дети какие веселые все довольно ни одной претензии не было а вот последний и допрос был после допроса она уже нечеловеческая вот это это не от бога она потеряла нас потеряла целую общину где ее любили ей открыты двери были но я все время ей говорил ты еленушка не теряй тех которые помогали патриархийная и димитриевской церкви то да ну там бардак такой в церкви я не хочу туда ходить я бы ты ходи все-таки они против меня травят я сказали архиерею этому секретарю там беляев сергеев бывший секретарь еще спрашивать на это я говорю они с детьми у тебя возились когда ты лежала с малышкой там где-то и проще понимаешь ты держись за них да ну они там это видишь а то они вахтовым методом у нее дежурили она неблагодарна на всех отвергла а я опять толкаю туда в патриархию не надо ты к нам сильно не лепись сбоку где-то как-то у детей в лагерь взять не надо так менять а ты их сразу сколько не помогали ты их отвергаешь всех кто так делает ой к нам пришла да неплохие я наоборот они хорошие эти люди патриархий на замечательные женщины они тебе холодильник весь забили продуктами ты же сама говорила ну чё ты так их сразу отвергаешь то нельзя елена это делать а что она на меня поднимется я вполне мог предполагать на меня поднять зачем это ничего не даст потому что я неуязвимый и меня никогда не сдвинуть со мной воевала власть еще только не делали ты скажешь ты вообще обезумела ты понимаешь какие органы с ним воевали сколько судов был я все суды выиграл до одного я реабилитирован и нынче суд отказать ввиду отсутствия состава преступления кгб все отскочило в сторону прокуратура ничего не могла сделать я охрану особо имею окруженный богом это не мое смотри сектанты 50 ики в англии великобритании везде молились круглосуточно молились в монастырях молились говорит сейчас назначили пацище поклонов земных за вас за лагерь ей нельзя тронуть нас нельзя у нас особая охрана почему я божий для бога стараюсь а все остальное это это мякина шушара отлетит я благодарю за гонение за поношение за и нее благодарю мне это нужно мои дни сочтены я отхожу но я оставляю великое наследие для вас ты посчитают сегодня ну я просто тебе уже человек говорится все знаешь вот я сейчас только одну минуту буквально открою вот добавка все уже открыто вчера выходит один он видимо священник из грузии вот он мне пишет я быстро прочитаю григорий георгий гоморрели мир вам глубоко уважаемый божий человек игнатий три крестика я в силу моих ограничений не состоянии охватить глубину и необъятность силы вашего мышления и знание библии святых отцов я периодами частями прослушаю ваши колоссальные труды вашего ума сердца и благодарю бога за то что господь дал вас христианскому православию этому миру и нашей эпохи такого человека как вы укрепи вас господь глубоко уважаемые брата игнати вере надежды и безусловной любви на вашем случайно сложным огромном противодействие тернистом пути потом дописывает правда в силу наших ограничений многие вас понять не в состоянии но все что вы делаете это так необходимо всем людям и даже хочется сказать что это творит господь но не вы мы именно так наверное согласно силы возможностей каждого индивидуально мы как-то сможем хотя бы фрагментально и частями проникать все и понимать то что через вас несет дает открывает всем нам господь мы не все и не все в состоянии вмещать всем согласно их индивидуальных возможностей храни вас бог на всех путях ваших глубоко уважаемый божий человек брат игнати я счастлив что есть такие прекрасные титанические богословского труда дай бог вам сил здоровья мудрости чистого сердца чтобы богу угодно служить бог и через ваши чрезвычайно полезные труды и богу и людям грешные георгий гоморрели и грузия тбилиси укрепи вас господь за скорбь и за радость а этот виктор за грядина под который был а чё она начала ничего не она если вам не нашла пусть мне открыто выскажет я это с удовольствием приму я и я это и говорю если вы это имеешь чтобы натикнуть и скажи правду он любит правду ты ему скажи на скажи тем более была здесь в порядок наш знаешь сразу собрание она в детской в детской корма сразу ребятишек сразу же у нас собрание это их там кормят и там специально человек поставлены какие люди замечательные ну посмотри на этих людей то ты разве не видишь какие перед тобой люди на не ухаживает за ними с красным дипломом медицинский закончил она тебе по детям поможет а теперь что у тебя там где-то обнаружено причем тут я девочка больная была выехала здоровая это ее свидетельство и свидетельство и твое в прошлогодние а нынче она заболела и говорит только в один день когда все прошло я тут поэтому все ставлю под сомнение в моем сердце нашлось место для нее с ребятишками и отец каким-то он когда воронеж что не собирается ничего не знаю ни разу не позвонил даже потому что мы раздается не совсем ладно я умоляю на коленях его не ездит не ездит нет опять помощь по монастырям там по знакомым опять какую-то гуманитарную помощь донецку собирают едет а ну да доброе дело батюшка тени поет на плохое это ну ну это непонятно чужая постель чужая еда я не привык к этому мы даже вот в нашей миссионерской поездке миссионерской запомни два человека нас было шофер это просто шофер был собака тоже не в счет и я знаю что мы все время машине палатка рядом а так все чужое даже среди хороших людей да ну зачем а он все равно я поеду ну и ты занимайся здесь я поехал ну вот поехал что-то комар я стал хотел заехать и надо еду ну ладно я ему сам позвоню позвонил телефон я же его батюшкин у меня есть пригласи скажем обойдемся лишний день обязательно заехать скажи я прошу его чтобы у вас был где он ты поехал я же не знаю где но как они привыкли на украину там набирают несколько машин и везут неплохое дело то ну ладно да это черт парень а я все поговорили пока володю я очень рад вот мы выставили выставили интересно тут брат наш один он страдает запоем и вот он у меня был брат этот я сказал тебе лучше лекарство у меня на квартире жить он неделю прожил три года в рот не брал я уехал а он и в голубей моих забыл он кормил он и комендант эконом здесь и к нему наши братья четверо пошли и записали ролик выход из запоя там за два дня там больше тысячи посетила и вчера зашу пришел протест из администрации ютуба конфиденциальное там нарушение и проще это и володя сейчас ходил его записал он не посылал он не против я видел а звук звук там плохой надо камеру было поближе но это снимал володя и вот его володя сейчас пришел от него от михаила засняли его паспорт что именно он и что говорит и его подпись чтобы обвинений не было я никому не поручал никому не рассказывал он говорит никому и сам не писал никуда это враги под под кем-то и понятно что делают протест заявляет меня тоже иногда находятся люди на меня там тоже не говорят ну говорят говорят пускай говорят но надо сказать что за каждое слово отвечать придется это они тоже должны знать за каждое пустое слово так что вселенной поговори скажи ты потеряла очень много и поэтому молись чтобы господь это восполнил как-то дал тебе людей которые могут тебе дать то что могли могли дать мы же не претендуем мы тебя не звали ни разу ни разу а только отвечали я хочу у вас быть мы сразу машину высылаем ей внимание больше мы оказать не могли то все наше что было я гружу надежда васильевна жена у меня им там платьишки шила там и они от нее не отходили но баба надя еще ты не понимаешь они околонят а мы стряпали показано как девочки руки в тесте как они в лагере стряпать учатся моими детьми не занимались совершенно неправильно это занимались а я не везде отдельно и с ними занимались и играли и купались каждый день несколько раз и на молитве везде им было особое внимание и в храме но нельзя требовать то чего у нас нету все тем более на все ролики на все ролики можно посмотреть вернуться как мы их любили с богом да все богом храни тебя господь брать